Разнообразить унылый и серый городской пейзаж старались еще со времен активного роста городов. Сейчас здания предпочитают украшать граффити. Способ бюджетный, но весьма сомнительный для некоторых с точки зрения сохранения в истории. Раньше многоэтажные строения и административные здания украшали мозаичными панно. Расцвет этой моды пришелся на брежневские времена. Известный в городе фотограф Андрей Сафонов обратил внимание на эти социалистические граффити в 2016-м. С тех пор не может остановиться, ищет и снимает каждую находку. Уже составил карту, на которой любовно отмечает все найденные работы. Уже смело может водить экскурсии и открывать глаза горожанам на то, на что они никогда прежде не обращали внимания. Делали признанные мастера, работы которых сейчас находятся в музеях, частных коллекциях и так далее. Поэтому, если их картины, выполненные в других техниках, стоят денег, коллекционируются, то почему эти-то работы к ним относятся как нечто само собой разумеющее, как нечто мешающее владельцам зданий, это непонятно. Крупных мозаик в городе много. Самые известные, пожалуй, на здании фабрики «Красная Талка», на Ивановском автокомбинате, на зданиях сразу с двух сторон железнодорожного вокзала. Это мозаичное панно авторства художника Грибова украшает Институт развития образования. Сохранилось прекрасно и также прекрасно отражает всю суть таких украшательств. Называется это панно образования. Ну и если приглядеться, там мы видим символические фигуры учителей, детишек, планеты, образы, которые ассоциируются именно с этой отраслью зданий. И сейчас, правда, вот ветки мешают, а зимой, осенью там очень хорошо видно, просматриваются вот именно те образы, которые были заложены художникам. Ну, что касается ценности, естественно, то, что выполнено народными художниками, заслуженными художниками, наверное, следует оберегать и защищать. Иваново очень советский город. В 70-е и застойные годы он был текстильной столицей, городом процветающей промышленности и мощи советской власти и идеологии. Монументальное искусство выходило за рамки разумного, поэтому дома украшались такими дорогими мозаиками из смальты. Позже, когда денег стало меньше, появились формы бедного искусства. Резьба по штукатурке, затем кирпичная мозаика. Это искусство, оно отражает ценности, вкусы, менталитет, мир вот того человека, который сегодня еще жив, ну, там через 50 лет его уже не будет, а история останется. Визуальные среда города. Приезжает турист, живет человек. Ему на самом деле не безразлично, что вокруг него. И я не считаю советские мозаики, ну, может быть, лучшим способом, да, создать визуальную среду, но, по крайней мере, он лучше, чем та реклама, вывески и вот все то, что составляет баннеры, да, все и безликие фасады, все то, что составляет визуальную среду нашего города в основном сегодня. Андрей Сафонов показывает, в энергоуниверситете мозаики с узнаваемыми учеными отлично сохранились, потому что размещены они под крышей. Сюда смело можно водить туристов. Панно смогут стать частью красного маршрута, наряду с монументальными образцами конструктивизма. Также они несли и идеологическую какую-то нагрузку очень многие. Ну, например, до сих пор вы можете найти такие фразы, как «миру мир», «вся власть советом», «слава КПСС», «слава труду». До сих пор это где-то сохранилось. И тут еще одна проблема. Сколько таких мозаик в городе на самом деле никто не считал. Учета им не ведется. С охранностью никто не обеспокоен. Поэтому уже через десяток лет эта отличительная особенность нашего города может исчезнуть. Если, конечно, жители Иваново не поддержат энтузиаста Сафонова и не вступятся за эти богатые и красивые социалистические граффити, чтобы сохранить их для будущих поколений. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.